Знаменитый актёр Леонид Броневой отмечал юбилей. Он заказал шикарный стол в ресторане, жена разослала приглашение коллегам по театру. Торжественный Леонид Сергеевич восседал во главе стола. Часы пробили семь, потом семь пятнадцать. «Может, мы неправильно указали адрес в приглашениях?» – робко спросила жена. Броневой с каменным лицом обернулся к ней. Супруга вжала голову в плечи, она знала, что может означать этот взгляд. «Нет, они все меня ненавидят», – спокойным тоном вдруг проговорил актёр. Потом повязал салфетку и стал есть. В тот день, на его юбилей, так никто и не пришёл. Почему? Потому что друзей не было, характер плохой, со всеми вечно ругался, всем всегда говорил всё в глаза. Тяжёлый человек, очень. У него характер был тяжёлый, очень тяжёлый. Знаменитый актёр много лет вёл войну не только с коллегами, но даже с собственной дочерью. Очень долгие годы никто не решался протянуть друг другу руку для примирения. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшая страсть. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Мюллер слушает вас. 11 августа 1973 года на экраны вышел сериал, который до сих пор называют лучшим советским фильмом о разведчиках. 17 мгновений весны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. На момент работы над картиной в начале 70-х годов никто и предположить не мог, что она станет культовой. Большинство актёров относились к съёмкам не слишком серьёзно, зарабатывая параллельно на других проектах. Эпизоды добавляли по ходу работы, а исполнителей назначали на роли чуть ли не за день до съёмок. Он был на грани провала. На роль Штирлица претендовал Арчил Гамиашвили. Арчил ради этого даже закрутил роман с Татьяной Лиозновой. Но она дала понять, что его мечты смешны, и Штирлицем он быть не может. Мюллера режиссёр предлагал сыграть Всеволоду Санаеву, но тот не захотел перевоплощаться в фашиста. Тогда выбор пал на актёра-эпизодника Леонида Броневого. Его пригласили не на ту роль-то, хотели, чтобы он Гитлера сыграл. А Лиознова посмотрела, что на Гитлера как бы он не тянет. И, значит, там помощница, второй режиссёр, уговорила её, говорит, давайте вот делаем Мюллера. Посмотрите на его глаза. Вот Мюллер и он, такое ощущение, что вот они соединились органично. И нам кажется, что шеф гестапо именно такой. Эпизодическую незначительную роль никому неизвестный актёр сделал фактически главной. Ну просто ангелы небесные по сравнению с вами. Это со мной? Ну, впрочем, приятно, когда тебя считают дьяволом. А знаменитый жест шеи шефа тайной полиции, который стал визитной карточкой Мюллера, Броневой придумал случайно. Вот этот вот знаменитый его нервный тик такой, значит, он откуда взялся? Ему мой дир сделали уже, он ему здесь резал. И он так немножко как бы освобождал. А Лёздову спрашивает, ты вот что делаешь-то? Он говорит, вот я, он говорит, о, хорошая идея. Пионеры потом ему писали, дорогой дедушка Мюллер, Броневого письма, ты нам очень понравился в фильме, и мы хотим быть на тебя похожими. Но мало кто знал, как много общего у актёра и его персонажа. Внешне обаятельный, Броневой славился жестоким циничным характером. Мне лучше знать, с чего начинать. Коллеги по театру за глаза и правда называли его гестаповцем. Как и Мюллер, Леонид мог уничтожить человека морально. Делал это сознательно и практически никогда не испытывал мук совести. Когда Броневой открывал рот и начинал орать, это было зевсоподобно. И всё время он доказывал, всё время доказывал, всё время шёл, всё время съедал вокруг и уничтожал всех вокруг. Всё взрывал, уничтожал. Я вот к нему подсела, он сказал, молчи. Дура, что ли, что такое, что-то в этом. Я поняла, что это немножко не очень здоровость такая. Ах, Шекспир, вы хотите по гамбургскому счету? Извольте, давайте по гамбургскому. Броневой ненавидел импровизацию на сцене. Он считал, что актёры должны строго следовать тексту. Любая ошибка оборачивалась скандалом. А вот его партнёрша по сцене в театре на Малой Бронной, Ольга Яковлева, наоборот, очень любила следовать не за текстом, а за настроением. И нередко вворачивала фразы собственного сочинения. Оля Яковлева была музой Анатолия Эфроса. И ей было позволено всё. И вот они иногда просто как кошка с собакой налетали друг на друга. Как эта пегалица посмела изменить свой текст? Голос Броневого, казалось, сотрясал стены. Да вы просто ненавидите меня, оправдывалась молодая актриса. Броневой прищурил глаза. Я не выпрашиваю главные роли в постели у режиссёра. Актриса вспыхнула и при всей труппе залепила броневому пощёчину. Понятно, что такому актёру Анатолий Эфрос это прощал. Но Оля, кстати, обижалась. В общем, Броневой такой, что да, он иногда партнёром не спускал. Актриса Людмила Поргина играла вместе с Броневым в спектакле театра «Ленком». За попытку импровизировать на сцене во время репетиции она едва не лишилась жизни. Я очень сильно испугалась. Я ему когда объяснял всё о любви, говорю, давайте, всё-таки у нас так мало осталось времени. Давайте будем жить вместе. Я как стукнула по столу кулаком. Он меня схватил за горло и стал душить. Марк Анатольевич испугался, что сейчас начнётся вообще бойня, сейчас смерть придёт. Там всё, я... Вот это протест, это уже ненависть ко мне, что я его достала так... Его боялись актёры и даже режиссёры. В театре в одно мгновение разлеталась новость, что Броневой приехал на репетицию. Он ещё только открывал тяжёлую входную дверь, а холлы коридора мигом пустели. Все стремились скрыться от его гнева. Вот в театр он вошёл, он уже себя настраивал на негатив, чтобы сейчас кому-то там влепить по дороге. Входил в театр, как бы надевал маску. Весна, солнышко, первое просто. Капель, птички поют. Идёт Леонид Сергеевич в плаще, в кепке, в чёрных очках. Проходит по коридору, и на встречу ему идёт Гена Козлов, наш актёр. Очень радостно. Говорит, здравствуйте, Леонид Сергеевич, доброе утро. Чё ты радуешься? Чё ты рад... Просто не совпал с ним по настроению. Никто даже не задумывался, что скрывает Леонид Броневой, за этой непроницаемой маской брюзги и скандалиста. Актёр на самом деле оправдывал свою фамилию и жил как в броне. Леониду было 34 года, когда от рака умерла его жена. Он тогда играл в Воронежском театре и остался один с малолетней дочкой на руках. Уход его жены, которая сгорела от тяжёлого онкологического заболевания, он переживал очень тяжело. Очень тяжело. Броневой понимал, что ему нужно растить дочь в одиночку. Тогда Леонид предпринял попытку штурмовать Москву. Он приехал в столицу с Валей. Ему предстояли пробы и показы, а дочь нечем было кормить. В тот день Леонид увидел, как мужики рубились в домино на деньги. Он присоединился, выиграл рубль и решил было уйти. «Куда это ты собрался?» – с лиц партнёров исчезли улыбки. «Мы тебе тут не спортлото!» Броневой понял – невредимым он точно не уйдёт. «Потому что по правилам надо было играть до конца. Ну, то есть пока всё не проиграешь. Ну, я, говорит, объяснил, что мне ребёнка кормить нечем, я хочу купить только хлеба и молока. И меня, говорит, отпустили с Богом. Ну, то есть человек откровенно нищество». Примерно в эти годы такая же трагедия постигла и другого артиста – Марка Бернеса. «Я вам не скажу за силу Адессу». Ему был всего 21 год, когда он женился на премии Московского театра «Паоле Ленецкой». В семье родилась дочь. Марк стал знаменитым. В СССР его обожали. Но в 1956 году случилась беда – у жены Бернеса обнаружили рак. Бернес был так напуган, что распорядился поделить свой дом пополам и никогда не заходил наполовину с супруги, ещё недавно горячо любимой. Его никто не мог убедить, что этот смертельный недуг не заразен. «Паола» сгорела от болезни за два месяца. А вскоре Бернес подвергся жёсткому гонению в прессе. Каждый его шаг преподносили в нелицеприятном свете. Артисту отменили выступления и съёмки в кино. А ведь надо было кормить дочь. От переживаний у Бернеса случился инфаркт. Прошло тяжёлых четыре года, прежде чем он вернулся на сцену. «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». О страшных годах забвения и одиночества Бернес предпочитал не вспоминать. Как и Леонид Броневой. Мало кто знал о том, что на самом деле пришлось пережить актёру в первые годы в Москве. Над этой фотографией в конце 90-х смеялась вся театральная Москва. Президент России Борис Ельцин вручает Леониду Броневому орден за заслуги перед Отечеством. Что-то они там запутались, кто-то что-то прицеплял. Леонид Сергеевич, как какой-то кутёнок, повис на огромном Ельцине и прижался к его груди. А Ельцин его ещё так приобнял. И просто какая-то такая была постаральная фотография. Артисты потешались над нелепостью ситуации. Грозный Броневой, которого боялись даже маститые режиссёры, оказался вдруг таким беспомощным. Чего? Актёру было почти 70 лет, а его жизнь только стала налаживаться. Леонид Броневой начал получать солидные гонорары. Смог приобрести квартиру недалеко от театра «Ленком», где он служил. Актёр, который играл роли видных государственных деятелей Ленина и Сталина, практически всю жизнь не был обласкан властью. Он в трёх театрах играл Ленина. Причём во всех трёх разных пьесах. Он в «Грозном» играл Сталина. То есть как это всё в одном человеке могло совмещаться? И при этом шёпки стапа «17 мгновений весны». Люди умирают, память о них остаётся. Пусть даже такая память. Кстати, за роль Мюллера Леониду Броневому даже пришлось оправдываться на Лубянке. Его вызвали кураторы и принялись отчитывать за то, что шеф тайной полиции в исполнении актёра вышел слишком умным. Нельзя так представлять этих фашистов такими. А Броневой не согласился. Он сказал, вообще-то речь идёт о войне разведок, крупнейших разведок мира. Там идиоты не могли работать. Друзья удивлялись смелости Броневого. Ведь ещё совсем недавно над ним висело клеймо «Врага народа». Он из репрессированных. И вообще фамилия Броневой – это, конечно, псевдоним. Вот тут у меня всё сомкнулось. Я понял всё. Я понял всё про Леонид Сергеевича. Он был очень закрытым не от того, что у него был чудовищный характер, хотя характер у него был «Будь здоров». Нет, он просто никогда никому ничего не рассказывал. И он помнил тот детский страх. Он помнил всё, что было в 30-е годы. Всё ещё ссоришься с советской властью? Кончай. В 1937 году главу семьи арестовали, а мать с сыном отправили в ссылку под Киров. Юный Лёня пережил страшную нищету, голод и презрение сверстников. Когда отец Леонида Броневого вернулся из тюрьмы, он пытался вернуться в семью, но жена его обратно не приняла. Она сказала сыну, я твоего отца никогда не любил, а ты вообще нежеланный ребёнок. Я думаю, эта психологическая травма тоже могла повлиять на формирование характера у Леонида в будущем. Вы социально опасный тип! О его тяжёлом характере ходили легенды. А режиссёр Марк Захаров не раз говорил, что броневой, как грузовик, переедет и не заметит. Мог так нервы потрепать, что Марк Анатольевич мне говорил, Марк Анатольевич, я вас очень прошу, возьмите Броневого на себя. Потому что он мог до кишок дойти, чтобы испортить настроение, но умел очень хорошо. Однажды Броневой пригрозил таксисту, что застрелит его только потому, что тот не знал, где находится Ленком. А в другой раз он в гневе ворвался в театр на репетицию. Оказалось, что Броневой только что чуть не разнёс сигаретный ларёк, который стоял напротив. Леонид попросил у продавщицы блок сигарет. Продавщица отвечает, блока нет, есть 10 пачек, ну, разрезанные уже. Я вам русским языком говорю, дайте мне блок сигарет. Она говорит, я вам отвечаю, у меня блока нет. Я ей говорю, ты русский язык, понимаешь, старая падла? Она мне отвечает, лучше, чем ты, старый дурак. Вот времени не было, сейчас пойдёт, закончится репетиция, пойду дальше с ней разбираться. Эти истории актёры рассказывали друг другу как анекдоты. Но никто не хотел бы оказаться на месте того таксиста или продавщицы из ларька. Вот делал такое лицо свое. Помолчите! Помолчите! Броневого обожали зрители. Стоило актёру появиться на сцене, он срывал шквал аплодисментов. В глазах миллионов советских граждан Броневой был харизматичным, беззлобным шутником из популярных комедий. Война – это война. Лёгкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова – предмет тёмный, исследованию не подлежит. Он был из тех, как бы, хороших характерных и комедийных актёров, которые самую бредовую историю или самый парадоксальный текст или самую просто, ну, стопроцентную репризу, знаете, произносил с мрачным выражением лица. При этом редкая сцена на съёмках обходилась без скандала. Но конфликтным характером обладал не только Леонид Броневой. Это вообще отличительная черта многих комедийных артистов, которая в итоге становилась причиной их одиночества. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Михаил Пуговкин до самой смерти не общался со своей дочерью и даже обошёл её с завещанием. Александр Демьяненко славился нелюдимым нравом и тиранил собственную жену. А Михаил Цветин доводил до белого коленя режиссёров и коллег. Женщина, стась в нас! Вот идёт репетиция. Он играет. И ему не понравилось, кто-то посмотрел не так. Или усмехнулся. Он мог остановить репетицию и сказать, выйди отсюда. Запросто. В фильме Георгия Данели «Афоня» есть эпизод, где герой Светина неожиданно начинает говорить другим голосом. А я предлагаю уволить Борщёва. За что это? За всё. За то, что из-за таких, как ты, людям нормальной жизни нет. Озвучивать этот эпизод пришлось другому актёру, так как Светин вдрызг разругался с режиссёром. У него была другая работа, и он попросил, сказал, что, слушайте, давайте задержим съёмку, давайте перенесём, давайте это. Данели сказал «нет». Ах, нет? Тот не пришёл на съёмку, но он взял его, сократил вот так и переразвучил. Больше они не работали вместе. Вообще. С Леонидом Броневым тоже отказывались работать некоторые режиссёры. Собственные нервы дороже. Мало кто знал, что актёр пережил одну трагедию за другой. Смерть жены, одиночество, невостребованность. Долгое время он в одиночку воспитывал малолетнюю дочь, но никогда не жаловался на удары судьбы. Это был 1950 год. 22-летний Леонид окончил Ташкентское театральное училище и уехал в Магнитогорск по распределению. Но ролей в театре ему, сыну врага народа, не давали. Тогда Леонид написал дерзкое письмо в Москву актёру МХАТа Алексею Грибову. Я так вот вами восхищён, я хочу играть, как вы. Грибов его приглашает в Москву, смотрит, оценивает, нравится. Он поступает здесь в ВУЗ. Броневой учился вместе с Галиной Волчек и Олегом Табаковым. Познакомился со студенткой Щукинского Валечкой Блиновой. Вскоре они поженились. Леониду было 27. Ему казалось, что жизнь налаживается. Вот и приятели Волчек, Табаков и Кваша основали новый театр «Современник». В тот день Броневой шёл показываться режиссёру труппы Олегу Ефремову. Собралась целая комиссия. Отсмотрели его пробы, а потом Табаков сообщил её решение. В тебе нет личностной темы. Что означает эта формулировка, Олег бывшему сокурснику объяснять не стал. Когда я у Игоря хорошо спросил, я говорю, слушай, а вот я слышал, что он замечательно показался в «Современнике», замечательно. Да, но мы так посовещались и решили по каким-то гражданским позициям в то время в «Современнике» он бы не пришёлся ко двору. Вот, представляете? Усобирается ко всем чертям! Броневой так и не смог простить этот эпизод до самой смерти. Его мечта о большой сцене разбилась. Броневого и его жену ждал поезд в Грозный. Он же, как сказать, ну, как говорят, популярным актёром стал уже в зрелом, мягко говоря, возрасте. Он помотался по провинции, помаялся, притом по полной программе и не то, что ниществовал, но бедствовал, собственно. В Грозном по утрам Леонид играл Сталина, а вечером продавал на улице остатки зимних вещей. От безысходности актёр стал сильно пить. «Денег не было, а водка-то она дешёвая, говорит, ну что, стакан на завтрак, стакан на обед, а наша сволочь калорийная». «А что должен делать артист, когда номер кончен?» Видя, как муж спивается, беременная Валя уговорила его уехать в Воронежский театр. Там Леониду предложили роль Ленина. Сначала семья ютилась в убогом гостиничном номере, жена устраивала броневому истерики. «Во всём виноват ты и твой невыносимый характер». Леонид за словом в карман не лез и ответных выражений не выбирал. «Очим был вспыльчивый, а у «Очим» был темперамент. И вот эта вспыльчивость его прям взметалась таким огнём. Потом как-то так раз-раз-раз и успокаивался. Но ему нужно было выдать вот этот свой импульс очень мощный». Семья уже была на грани развода, когда Броневому наконец выдали квартиру. Дочке Вале исполнился год, но жена Леонида не вынесла тяга жизни с ним. Организм дал сбой, и врачи поставили диагноз «рак». Броневой пытался достать всевозможные лекарства, заработать всевозможные деньги, но первую супругу спасти не удалось. И Леонид остался с четырёхлетней дочкой на руках один. «Броневой» однажды. Однажды самолёт с Броневым задержали становились самыми кассовыми. Вся страна разговаривала фразами его героев. Заметьте, не я это предложил. И при этом никто не знал, что один из самых популярных актёров СССР долгие годы был одинок и фактически не нужен режиссёром. И причиной был его тяжёлый характер. Какой смысл вы вкладываете в это слово? Полагаю, сами уловите. Очень сложный характер был у него. Сложнейший характер. Он долго не работал в театрах. Ни в Магнитогорске, ни в Иркурске, ни в Грозном и так далее. Он поменял приличное количество театров, но не небольшое количество театров, но, если по годам, он год-два. В начале шестидесятых после смерти жены от рака Леонид Броневой остался один с маленькой дочкой на руках. Актёр тогда жил в Воронеже, но понимал, что будущего в провинциальном театре у него нет. Вместе с Валей он приехал в Москву и ради дочери хватался за любую работу. Играл в массовке в кино, разгружал вагоны. Я не думаю, что Леонид Сергеевич мог что-то в жизни дочери не додать. Столько лет одинокой жизни, ну, как мог не додать? Он отработал по полной программе до конца и поставил её на ноги, дал образование. Но почему между отцом и дочерью произошёл конфликт? Почему Валя фактически не хотела знать Броневого и сменила фамилию, а он лишил её наследства и не общался до самой смерти? Верить в наше время нельзя никому. Мне можно. Ну, он вообще не касался этой темы и при нём её никто не поднимал. Все знали, что у него есть дочь, все знали, что он её взрастил, воспитал, но, зная характер Леони Сергеевича, все там ходили какие-то слухи, что из-за какого-то пустяка они поссорились, а потом очень долгие годы никто не решался протянуть друг другу рук для примирения. В 1962-м его талант наконец разглядел Анатолий Эфрос. Броневого приняли в труппу театра на Малой Бронной. Я знаю, что некоторые женщины театра на Малой Бронной, они просто готовили иногда еду, чтобы передать дочке, потому что они понимали, что он отец-одиночка. В эти годы за Броневым закрепилась слава Гуляки. Он буквально не пропускал мимо ни одной юбки, а женщины быстро попадали под его влияние. Правда, все очарование проходило, едва Леонид начинал проявлять свой характер. Вот это вас уже не касается. Почему? Малайша. Он был бабник. И он мог... Да, да. Он был бабник. Актриса Людмила Поргина вспоминала, как ее поставили в пару с Броневым в спектакле «Чайка». Она отчаянно пыталась понравиться партнеру, изображала любовь на сцене. Но Броневой неожиданно нахмурился и прервал репетицию. Так не пойдет, милочка. Мне нужна настоящая страсть. Я к нему пытаюсь обнять, поцеловать, прижаться, наглядываю в глаза, прижимаю всем телом. Он говорит, нет, вы знаете, чтобы нам с вами репетировать, нам с вами надо побыть вместе. И в каком смысле? А вы свободны сегодня вечером после спектакля? Я говорю, да. Вы заезжайте со мной на машине, мы с вами покатаемся по Москве и поговорим. Озадаченная Людмила позвонила своему мужу Николаю Караченцеву. Не жди, у меня свидание с Броневым. Весь вечер Леонид держал ее за руку и рассказывал про свою нелегкую судьбу. И вот от этого нехватки какой-то любви, тепла, которая его согревала, он оттуда закрытость отсюда и такая, знаете, колючесть. Если что не так, он еще может поставить так на место, что ты вообще отбреет тебя совершенно. В театре все знали способ, как можно усмирить вспышки гнева артиста. К нему в гримюрку заталкивали его любимую костюмершу. Вот он фыркает, 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 там что-то такое, а она так улыбаясь, слушает, слушает, Леонид Сергеевич, ну будем одеваться-то. Ну давайте оденемся-то. Чтобы снимать напряжение, Броневой пристрастился к азартным играм. После своих удач в домино, когда он выигрывал деньги, чтобы прокормить дочь, Леонид увлекся скачками. Только здесь актер наоборот мог оставить весь свой гонорар. Он вообще был игрок. Он играл, любил. Сначала он играл на бегах очень активно, потом прекратил. Там, видимо, проиграл много, там и все, больше не было. Потом Броневой увлекся картами. В театре Ленком, куда он перешел в 1989 году, собрался целый кружок картежников. Туда входила половина труппы во главе с Татьяной Пельцер и Александром Абдуловым. До этого слава самого тяжелого партнера по преферансу была закреплена за Пельцер. Актриса не любила проигрывать, отборно материлась и беспрерывно курила. А нам азартный игрок тому ору и крику было такое количество, что было просто невозможно. Но когда к картежникам присоединился Броневой, игра стала по-настоящему опасной. Он ненавидел проигрывать, он кричал, он душить мог, если ты неправильно пошел. Как он считает? Хотя я знаю, что я правильно, но не важно. То есть он готов был убить. Кто виноват? А-а-а. Такой характер сложно было терпеть коллегам по театру, не говоря уже о женщине, которой бы пришлось день за днем оставаться наедине с настоящим гестаповцем. Занудливый, мрачный тип, как вы? Мне не пара! Броневой и сам поставил крест на личной жизни, но неожиданно встретил ту, которая смогла принять его таким, как есть. Эта женщина была с ним до конца дней и ненадолго пережила своего мужа. В 1978 году миллионы зрителей ломились в кинотеатры на фильм «Вооружен и очень опасен». А все ради того, чтобы увидеть одну единственную сцену. А ты могла в меня полюбить? В постельной сцене с Леонидом Броневым у Сенчиной просто съехал шелковый лиф. Режиссер это заметил, но сознательно решил оставить легкую перчинку. Этот кадр потом назовут первой дозволенной эротикой в СССР. Из этого фильма кусочек вырвали и на плакат сделали. А ведь люди же раньше вообще не было такого, чтобы какие-то более-менее сомнительные снимки где-то попадались. Леонид Броневой в этом фильме играл взрывного жестокого циника. И коллеги, близко знавшие актера, говорят, что ему даже не пришлось притворяться. Вот в этом фильме, если внимательно посмотреть, весь есть дядя Леня. И не смейся, не смейся! В конце 60-х, когда Броневому было почти 40, он встретил женщину, которая будет рядом с ним до конца жизни, невзирая на его тяжелый характер, скандальность и свои нравия. Я поняла, почему он ее нашел. Он нашел ее, ту, ту, ту нежную струну, которую он искал в этом мире и в которой он не находил. Понимаете? Он нашел в ней. Именно поэтому он тогда так ее окучил, оберегал. В 70-м Леонид и Вика собрались в ЗАГС, но прямо на пороге ему позвонили и позвали на пробы 17-ти мгновений весны. Отказаться от такого предложения Броневой, который давно мечтал о хороших ролях в кино, не мог. Вика плакала, а Леонид ее утешал. Не понимаю, чего ныть? С этого дня у нас все будет хорошо. И там чуть ли не в первый съемочный день после съемок они поехали и расписались. Виктория обладала поистине ангельским терпением. И хотя Броневой действительно заботился о супруге, ей приходилось не сладко. Молчи! Чего ты вмешиваешься? Марк Борисович со мной разговаривает, а не с тобой! Вот такие и это постоянно. И она как мышка затихала, уходила в другую колюбу на кухню. Он ее все время пощипывал. Понимаете, ну ты молчи, ну вот только сейчас тебя не спрашивают. Вот еще что-то такое. Вот он как-то вот ее покусывал, покусывал, а она с какой-то улыбкой на него смотрела, на все эти его вот какие-то такие, я помню, такие щипки. Только однажды за все годы брака они чуть не развелись. Это были гастроли в Израиле, и всю труппу пригласили в ресторан. Апофеозом банкета стал танец живота в исполнении восточной красавицы. И спонсоры, некоторые из которых, как и все в 90-е, имели какое-то полукриминальное прошлое, они, значит, стали доставать эти пачки долларов и, значит, белье этой танцовщицы засовывать. Захмелевший броневой, чтобы не ударить в грязь лицом, достал из кармана 100 долларов и запихнул танцовщицы в трусы. Этот жест, видимо, переполнил чашу терпения его супруги. Ты что, идиот? Ты что делаешь? Какие ты деньги? Ты что, миллионер, ты будешь по 100 долларов? Он говорит, я с ней развожусь. Она не понимает, что здесь, вот мы сегодня в таком состоянии, и все, понимаете? И вот несколько дней он со мной советовался развестись, не развестись. Вторая жена броневого стала мачехой, но ее отношения с падчерицей не сложились практически сразу. Может быть, причиной стало то, что у дочки артиста был характер ее отца. Ревность, знаете, детская. Это довольно явление частое. Все-таки это же уже как мачеха. Не всегда воспринимают дети, даже взрослые, уже выросшие дети, все равно ревнивая. Папа мой, мой. Когда Валентина выросла, она дала интервью, в котором рассказала о конфликтах с мачехой и о том, что отцу была важнее жена, а не дочка. Ему было неприятно это. Я знаю, что у него были серьезные, серьезные терки с ней. Валентина была уверена, что Виктория специально пытается поссорить их с отцом, чтобы стать единственной наследницей. После того, как дочь вышла замуж, Броневой фактически перестал ей помогать. Это Валя тоже считала заслугой жены актера. Она видна то высказала свои претензии. А он, наверное, сказал, знаешь, что моя родная, надо же как-то зарабатывать деньги, как-то я же не могу следить за тобой, учить тебя, кормить тебя, поить тебя, укладывать, а там... Я не понимаю, почему ты не хочешь понять меня, понять нас? В итоге конфликт перерос в войну. Бескомпромиссный Броневой действительно переписал все наследство на жену и до самой своей смерти не общался с дочерью. Если он так относится к своей кровиночке, то как он относится ко всем окружающим? Виктория была его единственным близким человеком. В старости характер Броневого становился все более невыносимым. Стали такие расстройства нервные, да, такие. Он становился агрессивным, непонятно почему. Какой-то актрисе, она была убежденная коммунистка, а Леонид Сергеевич наоборот. И что-то они слово за слово за кулисами сошлись, и она вы не имеете так права говорить с женщиной. Леонид Сергеевич говорит, ты не женщина, ты коммунистка. Я тебя убью. Нет, я тебя не убью. Я киллера найму. Долларов сто ты, наверное, стоишь. Актер практически не снимал черные очки. от всего мира и очень редко выходил из дома. Вместе с супругой они жили в небольшой двушке напротив театра и Броневой не принимал никакого вмешательства в их мир. Я говорю, почему у вас нет стиральной машины? Почему Викочка стирает на доске на алюминии? Вы знаете, в 30-е годы или довоенные годы? Нет, мы не любим ничего. Нам ни кондиционер, ни стиральная машина не надо. Государство гибнет. Народы от собственных фаузов отрекаются. В последние годы жизни Леониду Броневому было тяжело ходить. Его вывозили на сцену в инвалидной коляске. Но режиссер Марк Захаров продолжал задействовать его в спектаклях. Он понимал, что сцена это настоящий стимул для актера. В 2012 году сердце 83-летнего артиста не выдержало. На гастролях в Киеве у Броневого случился инфаркт. Им сделали это шунтирование, пересадили вены с ног в сердце, чтобы улучшить его кровоснабжение. К проблемам с сердцем добавилась онкология. Болезнь артиста скрывали от публики. Броневой месяц лежал в больнице, а супруга и коллеги надеялись, что он и в этот раз выкарабкается. Актер умер на 89-м году жизни. Актерская популярность, слава, как бы, любовь народа пришла к нему довольно поздно. И как только он занял эту вот позицию, он своим авторитетом человеческим, жизненным держал этот авторитет актерский и любовь народа держал именно этим. Люди понимали, что это не просто артист на час звезда, а это звезда. У Броневого было много претензий к жизни. Те тяготы, которые пережил актер, сформировали его жесткий, несгибаемый характер. Леонид Броневой мог уничтожить любого, кто пытался перейти ему дорогу. Он конфликтовал даже с собственной дочерью и ненавидел любого, кто пытался указать ему на недостатки. Однако тяжелый характер привел к тому, что Леонид Броневой жил фактически в одиночестве, без друзей. В конце жизни его боялись даже коллеги. Рядом с ним всегда оставалась только верная супруга. Виктория пережила мужа всего лишь на три года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok